Модель HTC Desire X PM66100. Такая вот, сравнительно новая. И замена экрана. Тачскрин с экраном. Телефон включается. Загорается только нижние кнопки. Разбираем телефон. Не совсем простая модель, что характерно практически всем моделям данного бренда. Сняли болты. Соединяем панель с заднюю. Отстегиваем пазы. Сняли заднюю панель. Так выглядит новый экран. Экран, тачскрин в сборе. Шлейф тачскрина. Экрана. Давайте проверим его. Отстегиваем шлейф нижний. Снимаем наклейку. Будьте аккуратны, потому что здесь проходит центральный основной шлейф. Вот он. защитный скотч. Сняли. Снимаем нижнюю плату антенную. Снимаем шлейф вот этот вот, чтобы он нам не мешал. Разъем экрана. Давайте проверим. Обращаем внимание. Коннект происходит сверху. Не снизу. У многих моделей. Вставили. Застегнули. Включаем телефон. Экран загорелся. Начал грузиться. Я думаю, можно менять. Таким же способом можно проверить тачскрин. Итак, разбираем телефон. Снимаем. Снимаем верхнюю плату. Откручиваем болтик. Один единственный. Снимаем плату. Кнопку. Кнопку включения отклеиваем. Далее. Здесь у нас еще один шлейф находится. Вот он. Сначала его не отстегиваем. Виброзвонок вытаскиваем. Отстегиваем. Вот этот вот шлейф центральный. Вот отсюда. Отстегнули. Тут разъем тачскрина. Снимем пластик защитный. Снимаем тачскрин. Далее, друзья, можно поступать к снятию тачскрина старого. Включаем фен. Я снимаю при температуре порядка 450 градусов. Прогрели достаточно, чтобы рукой было ощутимо. Снимаем. Снимаем. Можно снизу. В принципе, здесь не принципиально. Можно и сверху снимать. Таким образом соединяем на двустороннем скотче. У нас. Далее. Вверх. Остался металлический нижний экран. Сняли. Тоже на скотче сидит достаточно сильно. Обязательно проверьте каркас, чтобы он не был изогнутым. Места, которые скрепляют экран с каркасом, необходимо вычистить от скотча, от битого стекла, я не знаю, от мусора всякого. Таким образом очищаем. Ночистили. Вроде все готово. Здесь у нас находятся светопроводные такие пластиковые как бы диоды. Не знаю, как их назвать. Которые передают свет от платы к тачскрину. Переставляем их в новый экран. Таким образом поставили. Ставим двусторонний скотч. Ставим двусторонний скотч. КОНЕЦ Поверхность должна быть гладкая, вот я тут оставил старый скотч. Далее. Поставили скотч, ну стороннюю, сверху, снизу. Далее, прежде чем установить экран с тачскрином, такой вот модуль, я бы вам посоветовал снять вот такой вот металлический экран, который находится сверху, вот этот вот. Потому что я много раз их устанавливал, и при установке вместе с металлическим экраном стекло сверху, которое у нас будет стоять, оно сильно выпирает наверх. То есть появляются большие зазоры, и, в общем-то, не очень красиво смотрится. Поэтому я бы вам посоветовал этот металлический экран аккуратно снять. Таким образом сняли, сложили в сторону, и без него устанавливаем уже наш модуль. Засовываем шлейф экрана, вот я засунул. Далее, сгибаем вот таким вот образом шлейф тачскрина, засовываем в свое отверстие. Далее, устанавливаем низ. И потом уже вверх. Таким образом, все ровно село у нас, и зазоров практически нету. Далее. И далее, в обратном порядке все делаем. Ставим плату. Застегнем основной шлейф. В плате. Застегнули. Удобнее будет застегнуть сначала шлейф тачскрина. Он находится внизу. Застегнули. И далее уже соединяем основной. Вот так вот поставили. Будьте внимательны, здесь пазы есть такие вот. Телефон должен войти в пазы. Виброзвонок. Антенный кабель на свое место. Далее. С шлейф экрана. Заводим свое место. Застегнули. Установили. Защитный пластик. Тот, который мы отклеивали, можно наклеить обратно. Ставим наклеечку на место. Если не клеится она, можно на двусторонний скотч посадить. Все застегнули. Кнопку на свое место включения установили. Прижали плату вот этим единственным болтиком, который мы откручивали в начале. В принципе все. Ставим защитную верхнюю панель. Вонтарейку. Включаем телефон. Закручиваем болты. Ну, в общем-то все. Осталось проверить тачскрин. С вами был Dov. Всем спасибо за внимание. Это был АЧТС DesireX. Все работает. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачного дня.